Приветствую, друзья! Странный феномен, который регулярно происходит в одной из деревень Доминиканской Республики, беспокоит учёных уже в течение нескольких десятилетий. Дело в том, что здесь много детей рождаются изначально девочками и воспитываются они соответственно. Однако в более позднем возрасте у девочек формируются мужские половые признаки, в том числе и половые органы. Возникают такие странные для обычного человека перемены в разном возрасте. 12 лет средний возраст, когда все этапы процесса изменения в организме остаточно завершаются. Таких детей, которые безвозвратно превращаются из девочек в мальчиков, местные жители называют гевидосы. Это не случайное выражение, трактуется дословно как пенис в 12 лет и отражает полностью суть перемен. Феномен, который происходит с детьми деревни Соленаз, учёные также стали активно изучать, называя таких детей псевдогермафродитами. Впервые этим явлением заинтересовалась Джулиана Императо МакГинли, доктор из Корнелл Мэдикал Колледж, Нью-Йорк в 70-х годах 20-го столетия. Она лично посетила деревню и провела в ней ряд исследований, которые подтвердили, что феномен гевидосы действительно существует. Далее её целью было изучить причины, почему так происходит. Для этого она провела биопсию тканей яичек. Именно эта процедура дала ответ на загадочный вопрос. Причина превращения ребёнка формируется ещё в утробе матери. Дело в том, что на ранней стадии беременности доктора не могут определить пол ребёнка, по той причине, что в этот период плод выглядит одинаково, несмотря на то, кем он станет в недалёком будущем, мальчиком или девочкой. Однако у плода присутствуют две хромосомы, XX это девочка и XY это мальчик, которые никуда не деваются. Половые органы в 6-7 недель выглядят у любого одинаково, имеют вид небольшого бугорка. Затем, в определённый момент в утробе происходит гормональный всплеск, и этот бугорок у мальчика под воздействием большого количества дегидротестостерона превращается в пенис, а у девочки мужских гормонов не выделяется, поэтому у неё формируется клитор. Однако император Маккинли установила, что за запуск гормонального всплеска отвечает особый фермент, который называется 5-альфа-редуктаза. В утробе матери гевидоса фермент отсутствует, по этой причине он не активирует всплеск гормонов у мальчиков. Поэтому при рождении ребёнок может иметь половые органы не женские, а только похожие на женские. Затем в организме наступает повторный гормональный всплеск, в результате которого появляются пенис и яички. Этот процесс происходит постепенно, начиная с 5-7 лет. После завершения изменений формируется полноценный мужской организм с нормально функционирующими половыми органами. Интересно, что сами дети гевидоса с детства чувствуют путаницу. Например, они неохотно носят платья, предпочитая играть с мальчиками и другое. Ранее подобный феномен наблюдался только в деревне Соленаз. Не так давно это место перестало быть единственным, так как гевидоса нашли в Новой Гвинеи. Значит, никакой разницы между девочкой и мальчиком нет. Зачем подчёркивать разницу между девочкой и мальчиком? Не надо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова